Всех приветствую! Не была в теплице 10 дней. Поэтому не радовала вас с вами видео обзорами. По причине того, что заболели детки. Поэтому всем хочу пожелать здоровья крепкого. Потому что, знаете, если даже что-то происходит в жизни, со всем можно справиться. А вот если нет здоровья, то и все и стоит. Значит так. Не было 10 дней. Пришла в теплице. И меня все очень радует. У меня сестреночка. Меня заменила в моих бесполых размножениях. То есть у нас есть определенное распределение обязанностей. Сестра у меня больше занимается семенным способом. То есть размножением. Я более бесполым. То есть бесполым это вегетативное размножение, либо деление. Вот. Все мои растишки, растюхи, детки. Как я их даже назвала один раз, когда я позвонила, сказала, как там мои беспризорники. Все хорошо. Вот калибрхуа вымученные, которые я вам показывала. Итак, по ним. Что я могу сказать? Все очень неплохо. Начали нарастать. Все зависит от посадочного материала. Пришел посадочный материал. Очень сильно, очень сильно заболевший гнилью. Спровоцировал холд. Скажем так. Как-то так. Что стоит у себя питунья, которую я поставила на укор. Что хочу сказать по питуньям. Будет новинка. Это виста. Это питунья с мужским геном. А те, кто любит питунью Тайдл, она даже слабее. Именно виста намного мощнее. И мини-виста. Мини-виста это сам размер цветка чуть поменьше. Стоят великолепно дельфиниумы. В этом году с дельфиниумами. Ну, не очень хорошо. Так, красавица Эустомочка. Сейчас вам покажу. Вот она, деточки наши. Это статица. Посевы. Посевов очень много. По кашпо. Значит, кашпо-калибрхоа очень-очень неплохо. Вот пока иду мимо, давайте скажу. Гелихризиум. Но это сажается себе. Сухоцвет. Потому что гелихризиумов много. Это базилик. Базилик, он кудрявый. Просто безумное очарование. Если встретите это в семенах, возьмите. Название, если нужно, точно я напишу. Если в комментариях, если вам интересно. Но у него прям гофрированный листочек. То есть, когда даже не было 10 дней в теплице, то все хорошо, все замечательно. Необходимо вставать на ревизию. Скажем так. Бализамины, которые пришли, тоже все очень неплохо. Все стоят живенькие. Все хорошо. Здесь у нас статится тоже. Это сухоцветы на срезку. По кашпо, что я могу сказать. Значит, у меня более 40 кашпо посажено. Три штуки пропало. То есть, ни о чем. Все, в принципе, неплохо. Так что, работа идет. Работа кипит. Я вернулась в строй. Будет кому интересно. В этом году будет у нас остеос первым вегетативный в десятках. С открытой корневой. Попробовали в прошлом году. Все получилось. Очень будет неплохо. Будет и много интересного. Все. Работаем мы над этим. Сальвия. Вот вижу сходы катарантусов. Вот тут все стоят посевы. Здесь у нас пикированная сада. Сейчас она стоит под ультрасилом, чтобы не сильно солнышко побило. Жуть, что для меня это перец посеянный. То есть, я в жизни с ним не занималась. Это обычный, не декоративный, обычный перец. Так что, это там вот мои черенки. Вербена, кстати, в этом году вербена плоховато. Но ничего, победим. Самое главное, еще раз повторюсь. Самое главное, всем здоровья. Все, всем огромное спасибо. Я прошла по одной теплице. Буду обязательно сделать обзор еще одной теплицы. Но пока только так. Все, всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok